Добрый день, уважаемые зрители! С вами, как всегда, Александр Сударев. Вы находитесь на канале «Совылмаш» и в студии Дмитрий Александрович Дуйнов. Рубрика «Ответы на ваши вопросы», которую вы задаете на нашем канале в комментариях, ну а также в нашей социальной сети Instagram. Итак, зачитаю вопрос. Здравствуйте, Дмитрий Александрович! Добрый день! Сразу хотел к делу. Всем добрый день! Да. Итак, вопрос. Да кому нужны ваши моторы? Нет спроса, нет специалистов, нет лаборатории, нет сертификатов. Как можно это прокомментировать? Скорее, это даже утверждение, а не вопрос. Мяса нет и нет конфет. Нафиг нужен этот дед? Была такая прибаводка. Спроса нет. Интересно, что вы скажете насчет спроса, когда у вас поломается лифт, она диспетчера уши оборветит. А лифт – это… Один лифт – это, знаете, это пять моторов, как минимум. В каждой квартире моторов больше, чем жильцов. Ежегодно в мире потребляется порядка семи миллиардов асинхронных машин электрических вращающихся. И приблизительно такое же количество проходит капремонт, заменам. Спроса нет. Это все равно, что говорит, что нет спроса на хлеб. И нет специалистов. Ню-ню. А кто же, извините, а кто же у нас на лицензионных договорах сидит? Не специалисты? Судя по логике, нет. Ну, по-моему, задавший вопрос далеко не в курсе событий и не понимает вообще суть проекта. Потому что, ну, спроса нет. В Европе запретили уже вводить в оборот двигатели с энергоэффективностью ниже класса Е3. Спроса нет. Они заполнить не могут, потому что у них двигатели Е2, Е3, Е4, они намного больше по размеру и дороже, чем стояли Е1. Им надо их Е1 менять на эти. С удовольствием бы взяли, что подешевле, и по энергоэффективности Е3, Е4. И размерами такими же. А вот может быть вопрос. Неужели компании, которые на сегодняшний день изготавливают двигатели, именитые бренды, монополисты своего рода, не могут удовлетворить этот спрос? Они удовлетворяют, но их двигатели больше по размеру и дороже. Вот Семенса, Абибиа, ЕГЭ и все остальные. Потому что только за счет наращивания массы электротехнических материалов и повышения качества их достигаются такие показатели. А у нас замена бунта просто. Вот конечный потребитель, который получает двигатель более тяжелый и другого размера, скажем, больше, не все ли равно ему? То есть какие затраты или какие потери он может понести, если будет применять более дорогой и тяжелый? Представьте, у вас тазик, вазик, вазик, да? И вы туда от 600-го мерца двигателя ставите. Это как? Задача нетривиальная. Точно так же и тут многое оборудование не позволяет механически заменить одно на другое. Просто не позволяет, потому что вы его туда не вставите. Представьте, вот, ну, стиральная машина, ладно, можно там. Посудомойка, либо кофемолка, либо еще что-то. Вот вспомните, может быть, советские кофемолки, миксеры, мясорубки ревели, как проклятые коллекторные двигатели стояли. Сейчас в Европе их вообще запретили, коллекторные. Даже в электроинструменте. На замену что? Нужно Бильдиси, либо асинхроники. Бильдиси Китай на магнеты цены ломят. И они сейчас бьются вот вокруг этой темы, как решить вопрос. Потребительские свойства, цена, качество. Есть предложение? У нас есть. Но, опять-таки, мы технологию сделали, а теперь же надо технологию реализовать в конкретном конструктиве. И предлагать уже производство. Потому что, вот, те же производители электроинструментов, больше 60 заводов, брендов, ну, сами знаете, Макейта, Девольта, там, пошли-пошли-поехали. Их много. Да. Их много достаточно. Но! Им нужны двигатели. Кто произведет двигатели? Для того, чтобы произвели двигатели, нужна документация, нужна технологическое оборудование и так далее. Кто это даст? Кто даст? Ау! А мы еще не готовы. Построим, дадим, продадим. То есть, фактически, вопрос о поиске клиентов не стоит. Стоит вопрос о создании конкурентного предложения, которое смогут просто не то, чтобы купить, а оторвать вместе с руками. Ну, откуда вот пошел этот проект? Мы демонстрировали технологию, ездили по предприятиям. Он тебе говорит, да, прекрасно, мы поставили ваши моторы, великолепно. Где моторы? Где моторы? Сколько вы можете предложить в месяц, в год? Тогда ранее сколько? Почему? А не производим. Ну, так о чем речь? То есть, можно ли на сегодняшний день уже сделать такое заявление о том, что при наличии готового производства неопределенных мощностей на подобную продукцию уже будет довольно высокий спрос? Смотрите, Александр, если у вас есть пекарня, вы можете предложить покупателям хлеб хорошего качества и по сопоставимой цене, вы его продадите? Я думаю, да. А эти моторы настоящие хлебопромышленности, это, Ленин говорил, уголь настоящих хлебопромышленности, а на сегодняшний день основа промышленности – это синхронная машина. Никуда от этого не денешься. Пока что, пока, в промышленности ничего нового более совершенно не предложено. Никакие Бельдиси, никакие другие двигатели, они не в состоянии вытеснить на сегодняшний день асинхронные двигатели, еще не скоро вытеснят. Так что у нас с вами работа, непочатый край. И это очень сильно подошивает. Вот такое заявление, это фейковый вброс, ничем не основанно, потому что ту информацию, которую я привожу, она основана на отчете, аналитическом отчете бизнес-стат, собрана по странам, по континентам, и там и спрос понятен, ясен и так далее. Поэтому мы же действуем не так, отчертя в голову, а на основании определенных исследований, которые проводились, исследования рынка в том числе. И, насколько мне помнится, по данным того же бизнес-стат к 2023 году, в оборот уже пойдут не 7 миллиардов двигателей, а 10. Ну, ты больше. Ну, мы можем дальше заниматься обсуждениями, спорами, дебатами. Это у нас в крови. Мы умеем поболтать, заболтать любую тему, а потом только сидеть, облизиться, говорить, а вот там сделали, а мы только обсуждаем, а почему у нас нет. Ну, потому что мы сами болтуны все. Мы много болтаем, мы много обсуждаем, мы много говорим с придыханием и так далее, смотрим на Запад. Ну, как-то в же анекдоте, помните, автобус резко тормознул, маршрутка там все так, полетели там дома. Мужчина, вы лежите на мне. Я говорю, ну, извините, я же ничего не делаю. Так вы же хоть что-нибудь делайте. Так что, ну, хоть что-нибудь давайте делать, а? Не только болтать. Спасибо. Спасибо за ответ. А вам, уважаемые зрители, спасибо за вопрос. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok